Здравствуйте! Вы смотрите программу Моя Планета. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в театральной студии «Дебют», которая располагается при Одинцовской школе искусств классика. И вот уже много лет радует зрителей своими потрясающими постановками. Сегодня, конечно же, наши телезрители тоже познакомятся с одной из последних театральных работ в студии. Ну а пока, конечно же, мы побеседуем с руководителями студии «Дебют». Это Наталья Примак и Ирина Виленкина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Наталья Валерьевна. Здравствуйте, ребята. Вы все сегодня у нас такие красивые, яркие. И это не случайно, потому что одна из ваших последних премьерных работ – это сказка Чиполина. Я думаю, что телезрители вашего канала помнят этих ребят, потому что вы снимали замечательную программу в прошлом году «Волшебики из Убродного города». То есть у них уже появился опыт работы с костюмными пьесами, с музыкальным материалом. Ну, там у нас была просто музыка в основном оформительская, а тут они у нас даже записывали музыкальные фонограммы, арии. Ребят, вам это понравилось? Да! Понравилось, замечательно. Вот, и, конечно, пластические интересные моменты. Ну, и потом «Приключения Чиполина». Замечательная пьеса, замечательная. Она так хорошо написана. В ней столько юмора, в ней столько доброты на самом деле. И она очень сложная, да, ребят? Сложная. А почему сложная? По работе, да? По темпу, в котором она исполняется. Интересно было их решение выбирать роли. И что самое замечательное, как учил Станиславский, или вообще, как учат великие мастера-режиссуры, защищая своего героя. То есть даже когда они отрицательные герои, они стараются сыграть их настолько ярко, настолько выразительно, чтобы зрителям все равно они понравились. Понравились, может быть, не потому, что они вреднючие какие-то, а за то, что они, как бы, интересно работают, как артисты. Получается, это даже такой мюзикл получился, Ирина. Первый музыкальный спектакль был «Волшебник изумрудного города», да? Ну, там они практически не пели, там только общие были песни. Здесь у нас есть сольные куски. Вот, это прям целые арии. Работали над ними сложно, да, ребят? Сложно было, да? Да, хором кричат, да. Потому что, значит, ну не просто писали фонограммы, чтобы потом под них весело выступать, а это надо было и, так сказать, проникновенно проникнуть в образ, да, понять, как что происходит. И потом вот этот самый момент, когда человек выходит на сцену и перевоплощается, он тоже очень сложный. Объясню почему. Вот они все дети такие веселые, да, в общем, все еще маленькие, озорные, очень любят пошуметь, иногда, так сказать, поозорничать. Но в тот момент, когда они стоят за кулисами и готовятся к своему выходу, в этот момент они уже превращаются в артистов. Это самое ценное. И я здесь, как режиссер-педагог, мне интересно за ними наблюдать, как они вот в какой-то момент, я не знаю, да, в какой-то вот, в какие-то доли секунды вот звучит музыка первая, вступить на аккорды. И они вот из этих озорных детей, иногда, так сказать, на них хочется там и прикрикнуть, да, и какое-то замечание сделать. И вдруг они превращаются в артистов настоящих. И я смотрю на них со стороны, думаю, боже мой, а эти ли это дети, или это какие-то другие артисты уже взрослые. Это, конечно, очень ценно. Конечно, хотелось бы услышать главного героя, Чиполина. Привет. Давай расскажи, как тебе досталась эта роль, как ты убедил всех, что именно ты должен ее исполнять, ну и, конечно же, как вживался в этот образ, может быть, читал книгу, смотрел мультфильмы, фильмы. Вот как все происходило для тебя? Ну вот, мне нравится эта роль, потому что герой жизнерадостный, умный, веселый, и он спасает. И, да, ну, всех овощей, там, фруктов. Я книжку читал, мультик советский смотрел. Мне нравится его играть. Что-то место очень знакомое. Мне кажется, что мы здесь уже пробегали. Точно. Я как раз поткнулся об ту коряду. А вот и наши змеи были. Чиполина! Мы заблудили! Только спокойно. Вы маленько отдохните, а я поищу дорогу. Ох, и все это из-за меня. Почему из-за вас? Ох ты, папа! Как бы я ни вбил себе в голову, что нужно иметь свой собственный домик, знай мне не слизлась бы эта пуша. Успокойтесь, пожалуйста. Чиполина обязательно найдет дорогу, и все будет хорошо. Я старею. Зачем мне домик? Я бы спалку под скамейкой. Тихо! Сюда кто-то идет! Только спокойно. За нами гонится сеньор Помидор. Снис. И все это из-за меня. Не говорите глупости, Кунтыква. Мы пойдем все вместе. Иди сюда. Никуда я не пойду. Друзья мои, спасайтесь. Ни за что. Мы пойдем все вместе. Иди, Сушка, помоги. Мне бы, конечно, хотелось услышать помидор. Просто потрясающий, по-моему. Такой прям помидор-помидор сицилийский. Вот откуда-то из... Вот прям из... Приехал к нам из Италии. Да уж. Кто тебе сшил такой потрясающий костюм? Моя мама сшила. Там рассказывай. Вообще, над ним было очень трудно работать. И мы подбирали ткань. Искали, как сделать вот этот черенок, листья. Липучки прилепляли. В общем, делали все возможное, чтобы костюм был очень хорошим. И понравился не только мне, но и зрителям. К спектаклю я подумал, что мне больше нравятся отрицательные герои. Я первое время хотел быть вообще мистером Маркул. А в итоге стал сеньором Помидором. Он какой? Он злой, жадный. До денег и орденов. Я так понимаю, что все родители подключились к созданию костюмов, образов, декораций. Расскажите об этой помощи и участии в жизни вот настолько театра именно родителей. Я думаю, что секрет этой группы, нашей группы, именно в прекрасном родительском составе. То есть дети – это продолжение их родителей. Это началось с первого... Это было, когда мы делали маленькие отрывочки, когда вы еще только учились. Родители настолько творчески в это все вникали. Вот все, что вы увидите на сцене сегодня, декорации, какие бы они... Это все сделано руками родителей. Все костюмы, участие в подготовке, участие в обсуждении. Очень творческий подход. Поэтому мы всегда, когда мы заканчиваем играть в спектакль, мы представляем не только артистов, мы обязательно называем фамилии наших родителей. Потому что это прекрасно. Это то, как в старину, помните, говорили в старые советские времена, семья и школа. Вот есть театральная школа, и есть замечательные семьи, благодаря которым складывается наш спектакль. Правда, ребятки? Да. Правда, это правда, конечно. Вот, поэтому мы всегда благодарим наших родителей. А когда мы только заканчиваем, там, вот, сезон, или начинаем... Они говорят, что мы дальше будем делать, Наталья Валейна? Что дальше? А что дальше, Наталья Валейна? Ну, я вам скажу, у нас тут очень интересная история получается. Мы никогда раньше не делали такой преемственности в спектаклях, но поскольку уже шесть лет студии, и есть замечательный спектакль «Царевная лягушка», вы с ним тоже потом познакомитесь, то мы решили, что мы потом, вслед за нашими старшими, которые уже выросли, мы сыграем «Царевную лягушку». Правда, ребята? Да. Ну и опять поразим своими костюмами. Правда? Сэр Принц, они только что были здесь. Мы должны бедно поймать негодяя. Сэр Принц, Сэр Принц, мне кажется, что нужно устроить засаду вот здесь. Мы раскинулись вот здесь, и когда они будут возвращаться, мы расходим вот здесь. Ладно, жить смело. И мне очень нравится. В таком случае приказываю всем запаскироваться. Операцию начинаем. Редисточка, дорога свободна. Дело сделано. Домик спрятан. Теперь пою, даже не за что его не найдет. Только я боюсь, что он отследкий слой. Ничего, у нас сегодня у меня об этом на солнышке. Принц, Сэр Принц, путь! Да! Попались, голубчики. Запрыгался, обрывай. Теперь я рассчитаю с тобой засадную воду. Где мы спрятать домик? Да! О, где дом? А вот этого вы не узнаете никогда! Возьми злодеев овощной подвал! Слушаемся, Ваше Высочество! Спасибо, подвал! Кто любит свободу, прикольно и просто, того не удержишь подвали. Не ловни от смеха, сеньор Комидор, а мы посмеемся в финале. Ну, мне бы хотелось, чтобы Вы сейчас каждый рассказали о том, как Вы работали над своими образами, над этим спектаклем. Вообще, каким был для Вас этот год? Мой герой – это Лебон. Он очень любит власть, жадный. Ему служат сеньор Комидор и Моркова. И мастина, собака, сеньора Комидора. Наша задача была – это украсть у тыквы домик, потому что он его построил незаконно. Они нас переубедили. То есть, все-таки... Все-таки Вы потом решили стать добрыми и сделать театр. Мой персонаж – это земляничка. Она добрая, хорошая. Ее лучший друг – это Вишенка. И она узнает то, что Чаполина и его друзей бросили в овощной подавал. И тогда они с Вишенкой отправляются их спасать. Я играю церемонемейстера. И мне кажется, что это очень интересная роль. Он весь спектакль заводит, он главный заводила. И я считаю, что не зря выбрала себе эту роль. Мне она очень нравится. Каким для тебя был этот учебный год? Ну, практически он завершен и скоро-скоро-скоро каникулы. Для меня этот учебный год был средним по сложности. Конечно, мы все взаимодействовали, помогали, подсказывали друг другу ошибки. Но мне кажется, что в этом году и спектакль Чаполина получился у нас получше, чем спектакль «Волшебник изморудного города». Моя роль – это мистер Марков. Я выбрала эту роль, потому что я очень люблю Англию, сыщиков, потому что широко хомосом много читаю. Роль-то очень интересная. Песня очень сложная, интересная. Моя задача была помогать принцу Лимону, им помидору с мастина, которым, как я думал, они ничего не понимают, что им нужен ум. Вот я был вместо ума им. Им не хватало своего ума. Ну, у нас не получилось. Нас переубедили, как уже сказал Лимон. Роль мне в этом нравится. Но ты же конкуренцию испытал. Многие же хотели эту роль сыграть. Правда, дружок? Да? Скажи, почему все-таки отдали роль к тебе, несмотря ни на что? Ну, вот это я сам-то не очень-то и понял. Наверное, я больше всех хотел эту роль играть. Это, наверное, да. Про телепатия. Нет, сначала мне сказали, что я могу играть в Чаполоне. Почему? Ну, мне не понравилось это играть, потому что как-то не для меня это. Я попросил, чтобы я играл в Маркову именно. Моя роль редисочка, ну, я озорная девчонка, лучшая подружка Чаполина. Ну, мы помогаем Кум-тыкве с домиком. Спасти его от морков, от морков, помидор, лимона. Я выбрала эту роль, ну, потому что, мне кажется, я к ней подхожу. Я и по жизни такая жизнь радостная, как редисочка. Я играю роль мастина. Я верный помощник помидора. Мне очень нравится моя роль, потому что эта собака, она с одной стороны озорная, с другой стороны, немного сердитая. Сначала я очень была робкая, я не была похожа на собаку, но потом я вошла в свою роль и стала больше похожа на собаку. Сначала я хотела играть роль графини Вишни, но потом их распределили, и я, ну, мне понравилась роль собаки, и я ее решила играть. Для меня этот год был немного сложным, но и в то же время и легким. Моя роль графиня Вишня, старшая. Вообще, с самого начала я не знала, кем я буду. Ну, это потом, со временем, я стала графиней Вишни. Мне очень нравится эта роль. Моя графиня злая. Сначала я вообще не была похожа на графиню Вишню, а потом я начала вживаться в эту роль. Было очень сложно ее учить. Очень много слов, которые сложно даются учению. Я играю роль Чаполони. Эта роль мне нравится, потому что, в принципе, мне нравится сам весь спектакль. Мне нравится мультик, снятый по мотивам книги Джонни Радари Чаполина. Сам Чаполони мне нравится, потому что он позитивный, он добрый, сильный. Сильный он, потому что из любой тяжелой ситуации он всегда вытягивает, поддерживает любого молодого и старого без разницы. Да, так мне интересно было бы сыграть роль графини Вишни. Хоть это и роль женская, я понимаю, хоть это и роль женская, но мне интересен этот образ, характер, психология и сам дизайн одежды. Этот год, второй год, мне понравился. Прошлый год мне тоже понравился, потому что много поддержки было. Все помогали, когда первый раз вышел на сцену, подсказывали мне слова, которые я забывал. Ты вообще вот расскажи о своей студии, ты здесь занимаешься уже второго года, и мне нравится театральная студия Диби. Театральная студия мне очень нравится. Мне нравится весь этот зал, все люди, которые здесь сейчас присутствуют, друзья, которые мне все время помогали на протяжении всех двух лет. Наталья Валерьевна и Ирина Валерьевна, которые все это организовывают. Родители, которые помогают в декорациях и костюмах. Все это для меня как волшебный мир. Мне тут нравится, я не хочу отсюда уходить. Это как бы для меня родной дом. Я играю кумотыкву. Это веселенький старичок, который всегда мечтал построить свой дом. Но сеньор Помидор стал отбирать больше денег. Ему хватило на маленький домик. Кумтыква очень такой веселенький и скромненький старичок. Ему всегда помогают. Он боится, что с его друзьями что-то случится. И когда в последнюю минуту уже было сложно убегать, и уже можно было думать, что уже все, кумтыква хотел сдаться, но друзья ему помогли, и они убежали. Я начинаю учиться только первый год в этой театральной школе. Но мне очень нравится здесь. Здесь хорошие учителя и хорошие ребята, которые всегда помогут там слова вспомнить, если ты забыл там фразу. Я играю роль графа Вишенка. Граф Вишенка очень добрый, находчивый, смелый герой. Он всегда придет на помощь. Он очень честный, всегда придет на помощь. Он помог выбраться землянички с земляничкой кумтыкви, чаполоне, чаполино и редисочки. Он был одинокий, и он приобрел друзей. К нему все время придирались его тети, графиня Вишня. Они ему ничего не разрешали ни гулять по парку, ни читать книжку. Этот год очень был, может быть, иногда сложным и очень интересным, позитивным. И я очень хотела роль графа Вишенки. Я играю роль графини Вишни. Когда я была маленькая, я думала, что хорошо играть только всяких принцесс и хороших девочек. Но теперь я понимаю, что отрицательные роли тоже иногда могут быть интересными. Вот, например, графиня Вишня. Она очень разнообразная. То падает в оморок, то восклицает, то удивляется, то отчитывает графа Вишенку. Иногда она бывает немного странной. Но мне нравится эта роль, потому что я немножко на нее похожа. Этот год был для меня интересным, позитивным. Я научилась, я совершенствовала свое актерское мастерство. Меня брали на озвучки. Моя роль – это земляничка. Мне сразу понравилась эта роль, потому что в ней очень много действий. Она как бы и играет на дудочке, и усыпляет сеньора помидора, она подносит тортики с гусеницей. И потом она очень хорошо дружит с Вишенкой. В конце они спасают своих друзей, и все становится хорошо. Этот год для меня выдался очень хорошим, потому что я ездила тоже на всякие разные озвучки, у меня появилось много друзей. Но эта роль еще интересна тем, что я как бы должна служить плохим персонажем, то есть я кухарка графинь Вишен, но я как бы добрая в душе, и я помогаю, чтобы все у всех было хорошо. Ирина Валерьевна, уже в начале нашего интервью было сказано о том, что в этом спектакле очень много музыки. Как вы ее подбирали, и в чем особенность этой музыкальной партитуры? У нас много музыки, и джазовой, и оперная музыка звучит как фоновая такая, и они поют оперные арии. То есть это, в принципе, это было заложено в самой пьесе, авторы замечательной Бадулину Чутко, вот драматурги, они прописали, что бы им хотелось, что бы звучало, да, и на какие арии исполнялись бы песенки. И дети это все делают. Вот вы сегодня увидите, как они это делают, и услышите. А я уже в свою очередь добавляла, поскольку это музыкальный спектакль, у нас очень много джазовой музыки добавлено, джазовой музыки, которая пронизывает весь спектакль и задает такой, знаете, как хороший ритм, ритм, когда погоня, да, музыка меняется, в зависимости от разных персонажей, она тоже меняется, характера, то есть музыка помогает им выражать характеры. Вот это вот тоже интересно. Я думаю, ребят, вам было интересно в музыкальном спектакле работать, да? Не просто говорить, а музыка, она с одной стороны поддерживает, с другой стороны, она их, знаете, как бы подстегивает, чтобы они и ритм держали, вот такой, поскольку спектакль динамичный, вот, поэтому все складывается, вот такое единое целое, музыкальное. Ну, в этом спектакле все сошлось вместе и потрясающе яркие роли, яркие костюмы, потрясающая музыка, поэтому давайте все посмотрим. Да! Артисты готовы? Да! Зрители готовы? Да! Свет! Музыка! Начали! Если обоев нас пишет на вон, значит, нельзя без крупных и без овощей, с вами можно вязать, будьте лучше нас, а если ли ты сады, пойти на путь, кричи, да, только в мобилоте, душа поет, а то поет, быстрее растет, и витаминов просто, хочу за нас, поваре, поваре, поваре у нас! Продолжение следует...